Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Фидар. Спасибо, что нашли время поучаствовать в нашей передаче. Помогли бы просто своими словами объяснить, что случилось, сколько действительно было людей на улице, чего они требовали, потому что мы читаем в СМИ, что там было максимум 1000 человек, у вас я читал гораздо больше цифры. Что произошло? Почему вы пошли на улицу? Вообще дело начиналось так, что у нас есть активист, он не политик, он оперный певец Вадим Чельдиев. Он находился в Питере и в это время он где-то числа 10 апреля объявил о том, что мы придем все на общий народный сход народов республики Северной Осетии, Алания. Вадим основал сам благотворительный фонд, где помогает нуждающимся в трудную минуту, привозит продукты, деньги, лекарства. И он видел, как эта ситуация нагнетается. То есть власти нашей страны отказываются вводить чрезвычайное происшествие. И назвали это все просто какой-то непонятный режим самоизоляции, где люди сами себя заперли. То есть вчера Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Владимировича Путина заявил, что люди сами себя самоизолировали и к государству не должно быть никаких вопросов. Но люди сидят без работы, собственность олигархии, например, у нас в республике, как у главы республики Вячеслава Зелимхановича Битарова, все работает, его рабочие сытые, но остальные там кафе, рестораны. Я прошу прощения, это факт, что какие-то бизнесы определенные продолжают работать? Конечно, у нас работает Леруа Мерлен, в котором в день бывает как минимум 3000 человек. У нас работает завод главы республики Бавария, то есть это пивзавод, но там еще разливаются сотни воды. Он заявлял, что рестораны он тоже закрыл, но все равно работает, то есть собственность российской олигархии до сих пор работает. А все остальные бизнесы закрыты? Да, все остальное закрыто, люди сидят дома, люди голодают. Понятно. Какая в действительности ситуация, значит, люди пошли на улицу, несмотря на карантин, чего они требовали? Вообще, за четыре дня до этого Вадима Чельдиева обвинили в распространении ложной информации и задержали его в городе Санкт-Петербург. Задержали его в городе Санкт-Петербург и написали, но они понимали, что эта статья не такая уж и тяжкая, его не получится посадить. То есть он поднял народ, он начал народу открывать глаза, что это вообще беспредел и это нельзя терпеть. Я прошу прощения, ложную информацию, что такое ложная информация, что он распространял? Ложная информация о распространении коронавируса. То есть у нас республика это малая деревня, можно сказать. Тут слухи разлетаются очень быстро. То есть ему начали писать, врачи предлагали гражданам, у которых пневмония или умерли родственники, о том, чтобы им в карте за 100 тысяч рублей написать COVID-19. То есть они набирали обороты, непонятно зачем. А зачем? Если у кого-то COVID-19, что это дает? Какие-то пособия? Для чего? Ну, я думаю, что это специально для врачей. То есть государство выделило хорошие деньги в фонд поддержки врачам. Я думаю, это связано только с этим. Ну, хорошо, давайте вернемся к ситуации в Владикавказе. Значит, его обвинили и что, его посадили или что случилось? Да, его повезли во Владикавказ, где написали протокол. То есть они понимали, что статья, можно сказать, фуфло, не посадят его просто по этой статье. И они написали о том, что Вадим напал, Вадим Чельдив напал на сотрудника при исполнении. То, что они остановились где-то на заправку, и он нанес два удара в лицо в узкой такой машине. Этот опера его просто забрали, оперативники. И написали о том, что он ударил одного из сотрудников два раза. Его привезли во Владикавказе. Да, он оперный певец, он далеко не глупый парень, он понимал, к чему это может привести. Он этого стопроцентно не делал. То есть из него сделали политзаключенного. Для того, чтобы можно было надавить на митингующих людей, которые вышли на наш протест. Его, для того, чтобы местное население штурмов не взяло СИЗО, которое находится здесь во Владикавказе, его как эти трусы просто-напросто взяли и увезли в Пятигорск. Сейчас он объявил голодовку до тех пор, пока режим ЧС не введут в стране. Он сидит и голодает. А у него такая большая поддержка в Владикавказе? Конечно. Потому что он помогает, да? Ну, он не просто помогает, просто власти хотят его очернить, потому что он всегда говорит всем правду. Понятно. И из-за этого вышли на улицу, из-за его ареста? Нет, нет, нет. На это хотели надавить, но мы сказали сразу, что мы не будем забывать требования, из-за которого мы изначально выходим. За него мы тоже говорили, требовали его отпустить. Но, как сказать, мы изначально требовали того, чтобы власти ввели чрезвычайную ситуацию у нас в республике и начали выплачивать людям за ЖКХ деньги, за кредиты, обеспечивали. То есть никакой вообще поддержки в связи с карантином, ни бизнесу, ни людям? Никакой, вообще никакой. Единственное, развозили некоторые продукты, и то это, по-моему, этот фонд, Вадима до сих пор работает. То есть сейчас мне писали люди, я вам потом могу отправить фотографии, видео, где эти люди все равно развозят. Вот этот фонд сделал для народа больше, чем вся власть в республике и вся власть в стране в республике. А вы не знаете, это только в Владикавказе нет никакой поддержки или в других регионах? Вообще, по всей стране никакой поддержки. Сейчас граждан Владикавказа, которые хотели выйти на митинг, хотят обвинить в биологическом терроризме. То есть люди, которые собрались там, было больше. За весь день, мне кажется, там посетило больше 9 тысяч, возможно, даже было 10. Я поэтому и писал в Твиттере, за весь день приходили и уходили. И я спрашиваю людей, чем хуже 10 тысяч человек под открытым небом на площади, чем 100 тысяч человек, которые каждый день, даже не 100, а сотни тысяч человек, которые в московском метро каждый день стоят в очереди в полуметре друг от друга и заражают друг друга. И в итоге теперь мы, протестанты, те, которые выразили свой протест власти, и являемся биологическими террористами, они, значит, сознательные граждане, которые сознательно заражают друг друга. Вы мне скажите, вы такое пишете, я читаю ваш Твиттер, мне прислали на него ссылку как раз в понедельник, и очень многие сейчас читают ваш Твиттер. Вы не боитесь того, что вас просто арестуют за то, что вы там пишете? Ну, если честно, я знаю, что я прав, и знаю, что правда на нашей стороне, а правду не убить, не арестовать, так что я ничего не боюсь. Но уже, то есть, где-то 18 числа, даже раньше, 15 числа у нас во Владикавказе с Кубани ввели ростовский ОМОН, ввели этот, с Кубани ввели ОМОН, то есть они знали, что, возможно, наш ОМОН откажется бить свой народ дубинками, что, кстати, так и произошло. Наш осетинский ОМОН отказался разгонять протестующих дубинками. А как, им отдали приказ разгонять, и они перестали, да? Да, да, они просто, да, не захотели. Город был в блокаде, можно сказать. То есть, когда пришли ростовские, об этом во всех СМИ заявили, то, что этого не было, хотя я выкладывал в Твиттере километровые очереди машин, просто-напросто взяли, и взяли город в блокаду, целую республику взяли в блокаду, и это опровергли по всем официальным СМИ. Позже, когда уже закончилась вся эта движуха, ночью уже в город можно было проехать более-менее. Но в парках, в общественных местах начали появляться росгвардейцы с Ростова, росгвардейцы с ОМОНа, точнее, ОМОНовцы, но это были с Кубани, с Ростова, то есть их ввели уже в город, они были на готове. Я видел кадры, где ОМОН что-то вроде как отказывается, ему хлопают. Что они сделали? Они посоединились с протестующим или что? Они отказались просто бить людей, свой народ. Это был осетинский ОМОН, они отвергли приказ, они отказались бить просто-напросто свой народ. И еще 18 числа были провокации со стороны полицейских. То есть 16 числа уже подожгли машину Рамису Черкинову, то есть один из активистов, он сейчас находится в следственном изоляторе, ему дали 15 суток. 16 числа, возможно, у меня нет точной информации, но возможно, скорее всего, это просто-напросто была полицейская провокация. Они сожгли его машину, мы ему собрали на ремонт, сколько смогли. И, не знаю, вроде бы он сейчас отсидел двое суток, осталось ему еще 13. Сколько людей было задержано на акции протеста? Написали, что 69, но это было уже после того. Перед началом, когда еще толпа была не такая большая, полицейские, конечно, были смелые, задерживали людей просто за то, что они камерами там снимали что-то, на камеры снимали. Но позже, когда народ начал подтягиваться, они уже начали сдавать, то есть они уже не были такими смелыми. А кто стоит? Есть какие-то организаторы? Нет, у нас нет организаторов, это был просто, мы сказали, вот это наш общенародный сход. То есть это не какой-то митинг, это просто был сход, где мы просто пришли, вызвали главу республики и начали задавать ему неудобные вопросы. Он пришел? Он вышел, куда он денется? Также еще вышел Артур Таймазов, но его тоже освистели, то есть ему кричали... Извините, это кто? Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, депутат Государственной Думы Артур Таймазов вышел к народу, но его также отказывали слушать. Но то, что произошел конфликт между ОМОНом ростовским и протестующими, это виноваты именно они. Мы говорили, что мы готовы к мирным переговорам, мы готовы сесть за стол переговоров, но они сказали, этот начальник ихнего ОМОНа Ростовского сказал, что с нами разговаривать никто не станет. И они уже начали толкать и махать дубинками, и, естественно, получилась вот такая картина. Я видел новость о том, что в итоге были какие-то переговоры с властями. Они были? Да, да, да. Была инициативная группа, они вошли туда, но толком до сих пор поддержку получили 112 семей, официально СМИ заявили. Но это же не вся республика. У нас в республике 750 тысяч человек, а так еще по всей стране 147 миллионов человек сидят и точно так же на непонятном режиме самоизоляции находятся. Власти отказываются. Видите, вот Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Владимировича Путина, просто-напросто взял и плюнул в лицо каждому россиянину, когда заявил, что вы сами самоизолировались. Кто вам виноват? Государство никакой ответственности за это не несет. Хотя до сих пор людям капают кредиты, проценты за кредиты капают. Их надо выплачивать. ЖКХ надо выплачивать. Я прошу прощения, я слышал и читал в новостях, и смотрел заявление Путина одной из, и там говорится о том, что по кредитам вроде какие-то отсрочки будут, по ЖКХ какие-то еще нету. Нет, я вам расскажу, какую хитрость они опять придумали. Они сделали каникулы по ипотеке для людей, у которых ипотека в среднем полтора миллиона рублей. То есть у нас по всей стране средняя ипотека 2,3 миллиона рублей, в Москве 5,5 миллионов рублей. И, естественно, это очередная разводка Владимира Владимировича Путина. Понятно. То есть никакой вообще помощи вы сейчас не получаете в смысле ЖКХ, в смысле коммуналки, в смысле пособий, каких-то компенсаций? Вообще никаких. Вообще. Ни один гражданин. Пользуясь эфиром, я читал у вас просто в Твиттере, что вы хотели какое-то обращение записать и сказать свои требования. Вот в этом эфире, что вы требуете от властей, как гражданин России, как один из участников этой акции протеста? Что вы требуете, чтобы какие ваши права или что-то защищалось? Мы требуем одного – ввести режим чрезвычайного происшествия у нас в стране, выплатить людям кредиты, заплатить им за ЖКХ, дать им денег на еду и так далее. Просто оказать поддержку, которую оказывают во всем мире сейчас нормальные страны своим гражданам, такие как США, Великобритания, Италия. Хотя там тоже уже начинает проявляться недовольство. Я смотрю по новостям. Ну да, недовольство есть всегда и везде. А скажите, пожалуйста, вы и эти люди, остальные люди, которые были на улице в понедельник, к примеру, вот этот оперный певец, вы какая-то оппозиция? Вы до этого ходили на митинги или нет? Нет, мы не оппозиция, мы не какая-то организация. Мы просто спонтанно создали чат в Телеграме, куда добавляли людей, которым не безразлична судьба их родной республики. Нас там сейчас более 2700 человек у нас. И нам пишут туда люди, что там нужна какая-то поддержка или, например, не хватает кому-то еды. И мы сами это развозим, мы сами развозим эту еду. То есть государство никакой поддержки не оказывает людям. Вадим Чельдив объявил голодовку до тех пор, пока чрезвычайную ситуацию не ведут в нашу страну. До сих пор сам сидит голодный, но его благотворительный фонд все равно кормит людей. Понятно. Какие-то планы дальше есть? Вы собираетесь дальше выходить на улицы или нет? Ну, пока неизвестно, но на этом пока что ничего не закончилось. То есть после митинга людей в ФСБ запустили дроны. Они снимали людей, потом отслеживали их, приходили к ним в дома. Это было еще перед тем, даже было перед тем, как мы вышли на митинги. А после этого они записывали номера машин, останавливали и очень грубо принимали людей, которые находятся в этих машинах. Что хотят сотрудники правоохранительных органов от людей? Какие-то предпринимают против всех меры или какие-то угрозы, или какие-то статьи? Угрозы, угрозы, естественно, идут. Например, у нас в стране как бы свобода слова на бумагах, а на самом деле людей заставляют извиняться. По предварительной моей информации, несколько человек сняли видео, на которых они нецензурно выражались в адрес Артура Таймазова и Вячеслава Битарова, то есть главы республики и депутата. Их заставили, по предварительной информации, записывать извинения на видео и выкладывать их в интернет. Но, в принципе, за что любить, например, Артура Таймазова, которого мы отдали за него свои голоса, он добрался до кресла депутата. Он депутат Единой России, правильно я понимаю? Да, он от Единой России. Он поддержал пенсионную реформу, сейчас поддержал антинародные поправки в Конституцию и принимает законы, которые ущемляют права человека и достоинства человека. Понятно. Спасибо вам большое. Я вам могу только пожелать держаться и продолжать отстаивать свои права. Наш эфир всегда для вас открыт. Если будет что-то нужно, прямо пишите, и будем выводить вас или в прямой эфир, или записывать так же. Держитесь. Спасибо. Ага. Вам тоже спасибо. Это был спецсорный проект «Пограничная зона». Мы говорили о событиях в Лодокавказе, где первый такой народный бунт случился в понедельник, в начале этой недели, из-за того, что людям просто никак не помогают, не вводят режим чрезвычайного положения. Напомню, сегодня и в Грузии, в одном из районов, в районе Марнеули, где давно уже блокада из-за коронавируса, люди тоже вышли на улицу, и весь день там проходит акция протеста. По той же самой причине, потому что, ну, не по той же самой, какая-то поддержка есть, какая-то помощь есть, но людям уже становится нечего кушать, и им не дают продавать их какие-то урожаи. Единственное, чем они могут зарабатывать – деньги. И понятно, что такие ситуации сейчас могут возникать, но, к сожалению, в России это больше вероятно, так как, во-первых, нет никакой поддержки, нет никакого ЧП, не объясняется ничего нормального, никакой поддержки в смысле финансов и компенсаций не введено. И, более того, пропаганда не дает, не пропускает правдивую информацию о том, что происходит в России. Это был Егор Куровцев, спецпроект «Пограничная зона». Всего доброго. Продолжение следует...